Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальная тема» в студии Анна Зуева. Сегодня у меня в гостях Раиса Санжи Циренова, заместитель директора агентства развития жилищного строительства, коммунального комплекса и энергоэффективности «Бурятия». Также это руководитель школы грамотного потребителя. Приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте, Анна. Раиса Константиновна, расскажите, пожалуйста, о школе, которую вы возглавляете. Что это за школа такая, грамотного потребителя? Спасибо за вопрос. Да, действительно, у нас в республике, и, надо сказать, единственной в России, у нас есть такое понятие, как государственная работа, которую делают на основе государственного задания для ведомственных учреждений. Наша школа грамотного потребителя получила государственное задание на выполнение работы по информированию граждан по вопросам жилищного законодательства. Такая работа у нас ведется за счет бюджета. Почему? Потому что наша школа грамотного потребителя вошла вот в этот перечень услуг. В каком году? Это было в 2013 году. И с тех пор наша школа существует, и у нас выпущено, ну, теперь уже можно говорить о количестве около 9-10 тысяч слушателей. Ну, надо сказать, это слушатели наиболее активные собственники, которые в настоящее время, используя нашу информацию, работают очень активно в составе Совета домов. Советы домов – это такая форма объединения со-собственников, которые живут в одном многоквартирном доме, ну, фактически это социальная ячейка, в которой со-собственники должны принимать на себя и понимать, что время ответственности за состояние этого дома лежит как раз на этих собственников. Не все это понимают, но мы вот в школе как раз об этом говорим. И когда мы говорим о том, что собственник должен отвечать за то, чтобы в подъезде не курили, за то, чтобы на балконах не вывешивали рекламу, за то, чтобы те помещения, которые переведены в нежилые из жилых, это у нас сейчас идет такая практика, не вывешивали вывески тех размеров, которые отвечают стандартам. Если они вывесили, размеры вывесок будут больше, чем стандарты, тогда они должны платить за аренду общего имущества многоквартирного дома. То есть, в принципе, это будет доход для всех собственников. Много ли у нас таких домов, которые получают уже такие доходы? Да, у нас есть часть домов, в которых, ну, надо сказать, во-первых, у нас три способа управления. В домах, где менее 30 квартир обычно принимают решение о выборе непосредственного управления, где нет управляющей организации, есть способ управления товарищу собственникам жилья. Это наиболее перспективная форма, где собственники осознанно выбирают такой способ для того, чтобы управлять своим многоквартирным домом. И третий способ – это способ управления управляющей организацией. В этом случае управляющая организация является агентом, фактически, организацией, которая выполняет заказы собственников для того, чтобы правильно эксплуатировать их дом на основе договора управления. Договор управления – это тот основной документ, на основе которого управляющая организация предъявляет платежи, то есть квитанции, плату за жилищные услуги. У нас ведь еще один момент, надо отметить, что у нас всего два вида услуг при эксплуатации многоквартирного дома. Это коммунальные услуги, которые предоставляют ресурсоснабжающие организации за тепло, за воду, за электричество. И есть такое понятие, как жилищные услуги. Вот за жилищные услуги и размер этих жилищных услугов утверждает на общем собрании со собственников по предложению управляющей организации. В том случае, если жители выбрали такой способ управления. А если они выбрали товарища собственников жилья, тогда это все решается общим собранием членов товарища собственников жилья и не членов товарища собственников жилья. Есть еще такая категория собственников. В этом случае тариф, который должен быть принят большинством голосов, является обязательным для всех, кто даже не принимал участие в собрании. Поэтому это очень серьезная тема, в которой жители должны проявить активность, и если управляющая организация предъявляет тариф, который им кажется достаточно высокий, тогда они должны, имеется в виду, управляющая организация должна доказать, что ваш дом относится к категории с большим процентом износа и потребуются большие деньги на то, чтобы латать эти все огрехи вашего дома. Для этого надо будет собирать деньги, и некоторых жителей это не удовлетворяет, тогда управляющая организация проводит инвентаризацию совместно с собственниками, которые выходят на обследование своего дома и говорят, да, действительно, наш дом очень в плохом состоянии, надо его подремонтировать, и тогда мы готовы еще дополнительно платить к этим тарифам. То есть управляющая организация должна выходить на открытый диалог со собственниками для того, чтобы говорить о том, что ваш дом уникальный в части выбора размера тарифа, потому что на самом деле каждый дом уникальный, и у каждого дома должен быть свой тариф. Не такой, как, например, управляющая организация говорит, по всем домам 18 рублей с квадратного метра. Это неправильно, потому что каждый дом, еще раз говорю, уникальный, у каждого дома свои есть больные места, и некоторые дома в хорошем состоянии эксплуатировались до прихода этой управляющей, и тогда, вполне возможно, тариф может быть ниже. Либо, наоборот, плохо эксплуатировалось, тогда это все о грехе предыдущего управления, и их теперь должны нести сами со собственника, увеличивая этот тариф. Вот в каждом случае надо вести диалог с управляющей организацией. А может ли, могут ли собственники поменять свою управляющую компанию, если недовольны качеством услуг, которые она оказывает? Да, конечно, есть такая возможность у жителей, потому что договор управления это между двумя юридическими лицами. В данном случае юрлицо, с одной стороны, это управляющая организация, а с другой стороны, со собственники в лице председателя совета. Вот как раз в этом случае председатель совета является выразителем воли всех собственников, которому на основании протокола общего собрания дают полномочия стать подписантом вот этого документа. В итоге, получается, два лица, которые подписывают этот договор, должны между собой договориться так, чтобы ни та, ни другая сторона не получила ущерб от этого. И если в договоре управления, который подписали обе стороны, отсутствует, например, перечень общего имущества, тогда этот договор признается нелегитимным. Мы знаем, что у нас вот недавно такие договоры с Пошей рядом были. Сейчас жилищная инспекция требует, чтобы договор был полноценный. И в этом перечне обязательно должен быть в приложениях к этому договору, во-первых, право управляющей организации изменять тариф, но не в водоснородном порядке, а после решения общего собрания. В связи с тем, что у нас все равно время течет, состояние дома меняется, иногда приходится еще находить дополнительные ресурсы. Кроме того, у нас в этом договоре должно быть приложение о том, какие виды услуг предоставляет жилищная компания, то есть управляющая организация. Есть такое понятие, как исполнитель коммунальных услуг. Исполнителем коммунальных услуг у нас по закону является управляющая организация. Но с выходом постановления, вот в апреле вышло постановление правительства о том, что управляющие организации могут не быть исполнительными коммунальных услуг, на подачу основных ресурсов, и все жители могут переходить на прямые платежи ресурсно-оплавящим организациям. Но в нашем городе практически уже на протяжении нескольких лет мы все уже находимся в этом состоянии, мы все платим напрямую ресурсно-оплавящим организациям, поэтому это не такой болезненный переход, как в других регионах. Но этот закон одновременно потребовал, чтобы управляющие организации были исполнительными коммунальных услуг на обеспечение содержания общего имущества. Вот теперь стоит вопрос, что такое общее имущество? Да, расскажите, очень хочется узнать. Действительно, этот вопрос очень серьезный, потому что мы знаем, что общее имущество, размер его и состав его являются очень важным элементом при рассмотрении договора управления. Что такое общее имущество? К общему имуществу относятся места общего пользования. К ним относятся лестничная клетка, чердаки, подвалы, фасады здания, все несущие конструкции, крыша и плюс придомовая территория. Вот объект недвижимости, очень сложный инженерный объект, в котором, кроме перечисленных элементов, есть еще и инженерная коммуникация. То есть получается, общее имущество – это перечень тех видов элементов дома, которые как раз и дают жизнь этому дому. Значит, если не будет у нас системы отопления, нам придется ставить буржуйки. Если у нас не будет электричества, конечно, мы не получим выход на интернет. Если у нас не будет воды, то мы будем всех ходить в баню мыться. Тогда эти дома будут неблагоустроены. Мы говорим о том, что степень благоустройства наших домов достаточно высока. А обеспечение инженерными коммуникациями должно соответствовать потребностям всех собственников. Поэтому те инженерные коммуникации, которые подают ресурсы в дом, они являются общим имуществом многоквартирного дома до входа в жилые помещения. Значит, в самом доме есть жилые помещения и есть нежилые помещения, которые находятся в основном на первых этажах, которые, может быть, были со дня строительства этого дома, а, может быть, были переведены из жилых помещений в нежилые. Вот есть жилые и нежилые помещения, а есть места общего пользования, о которых я вам только что сказала. Таким образом, к общему имуществу относятся, вот те перечисленные, еще раз повторяю, места общего пользования. Это крыша, чердак, лестничные клетки, подвалы и придомовая территория. Если есть лифты, они тоже относятся к общему имуществу, и все инженерные коммуникации, но инженерные коммуникации до входа в квартиру. Есть такая система, которая находится и внутри квартиры, и относится к общему имуществу. Это система отопления. Система отопления является общим имуществом полностью, включая и радиаторы. Хотя есть некоторые рассуждения о том, что радиатор не относится к общему имуществу. Почему? Потому что собственник может заменить этот радиатор на более комфортный, более эстетичный. Но в любом случае смена самого радиатора на другой тип должна общаться, согласовываться с техническим исполнительным, то есть с управляющей организацией. Перебью вас. Кто должен платить за общее имущество, и все ли за него платят? Насчет того, что относится к общему имуществу и как платить за него, в тарифах на жилищные услуги как раз и вкладывается тот расчет, который обеспечивает эффективное и нормальное состояние этих элементов общего имущества. И этот тариф рассчитывается исходя из тех работ, которые должна делать управляющая организация по текущей ремонту и содержанию дома. Ну и для каждого элемента у нас есть виды обязательных работ, которые включены в постановление 290. Минимальный перечень работ по содержанию и эксплуатации многоквартирного дома. Управляющая организация, составляя проект договора, должна учитывать вот этот перечень. И если говорить о том, что набор этих перечень достаточно большой, тогда у нас иногда бывает такая ситуация, когда тарифы для того, чтобы заплатить за эксплуатацию и содержание общего имущества многоквартирного дома, они получаются очень большие. То есть размер этих тариф, если выполнить весь этот перечень обязательных работ по содержанию дома, бывает иногда недоступен по ценовой характеристике. Поэтому те виды работ, которые обязаны выполнять управляющая организация, они должны их все равно включать и предъявить собственнику. И собственники уже сами будут принимать решение. Вот от этого вида работ мы откажемся, то есть оплачивать его. Мы можем это сделать сами. Например, такая вот услуга, как уборка личных клеток. В некоторых домах отказываются собственники и говорят, мы не будем платить за уборку, мы сами дежурство делаем, мы сами убираем. Тогда эта строка убирается, соответственно, тариф уменьшается. Ну и часть работ, которые жители могут сами проводить, тоже можно было бы убрать. Но только те работы, которые не относятся к квалификационным качествам. То есть уровень технического обслуживания должен соответствовать стандарту. И если собственник возьмет на себя обслуживание внутренней инженерной коммуникации, ему надо иметь соответствующий статус. Но я думаю, до этого не доходит. Поэтому каждый раз, как только заключается договор управления, жители всегда должны знать, какой тариф предъявляет управляющая организация, и насколько он обоснован. А для этого они должны, конечно, знать перечень или состав общего имущества. Есть ли в Бурятии список добросовестных и недобросовестных управляющих компаний? Есть какой-то рейтинг, где я могу узнать, какая компания что из себя представляет? Может быть, вы составляете такой рейтинг? Да, вы задаете хороший вопрос. Дело в том, что два года назад мы вообще запускали такую программу, она так и называется потребительский рейтинг управляющих организаций. И мы этот документ направляли в органы местного соуправления, он так и остался, можно сказать, невостребованным. И я считаю, что такую работу вообще должны делать органы местного соуправления. У нас ведь есть еще жилищенадзор, то есть государственная жилищная инспекция, которая могла бы вот это рейтингование делать. Но пока нет у них на сайте таких, перечень таких управляющих организаций, которые имеют такие отрицательные качества. Единственное только на сайте Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора есть раздел, где управляющие организации лишились лицензии связи с тем, что у них отсутствуют дома в управлении. У нас даже такая процедура есть, потому что, получая лицензию, управляющие организации обязаны там в течение трех месяцев иметь у себя перечни дома. Ну, те, кто не сумел уговорить собственников, взять их в управление, заключить с ними договор, они оказываются невостребованы. И тогда вот они находятся в таком рейтинге. Вы совершенно правильно сказали, кто вообще платит за общее имущество в этом случае. То есть, когда мы перечисляем перечень общего имущества, то надо ставить вопрос, кто должен платить за содержание общего имущества. Но на основе жилищного законодательства, то есть жилищного кондекса, все собственники должны платить за жилищные и коммунальные услуги. Другое дело, что категории собственников разные. Есть собственники, которые являются полноценными собственниками своего жилого помещения, а есть собственники, которые являются арендодателями или наймодателями. К ним относятся органы местного самоправления. То есть, у нас есть категория не собственников, а арендаторов или нанимателей, которые на основе договора найма живут в этих жилых помещениях. Они платят тоже за коммунальные услуги и за содержание жилого фонда, но не платят за капитальный ремонт. Они платят только плату за найм. А за капитальный ремонт в этом случае должны платить органы местного самоправления. Вы упомянули капитальный ремонт. В этом году фонд капитального ремонта Бурятия отремонтирует почти 190 домов. Расскажите, насколько качественно проходит этот ремонт? Есть ли у вас жалобы в вашу организацию на то, как идет ремонт тех или иных домов? Я хочу сказать, что я тоже была в этой комиссии по обследованию домов после капремонта. Были некоторые замечания по ремонту кровли, но это было два года назад. Я думаю, что с тех пор изменилась ситуация. Был, конечно, такой один неприятный случай, когда подрядная организация, произведя ремонт кровли, загрузила весь строительный материал на кровлю, и не учитывая, что перекрытие старое этого дома, получили вот такую неприятную ситуацию. Я думаю, что это вообще-то фонд капитального ремонта сделал предписание этой подрядной организации, и эта подрядная организация уже вошла в реестр недобросовестных подрядных организаций. Надо сказать, что есть 615 постановлений, в котором четко прописано, какие организации должны заниматься капитальным ремонтом. Сейчас составляется реестр добросовестных подрядчиков, из числа которых потом выбираются подрядчики для капитального ремонта. Те, кто вошел в этот реестр, они доказали, что они добросовестно имеют основные фонды соответствующие, имеют квалификационный персонал и могут гарантировать качество ремонта. Сейчас уже качество ремонта лучше, единственное, только сроки проведения этого капитального ремонта затягиваются, в связи с тем, что у нас идет процедура тендера. И вот эта процедура тендера, она согласно 44-му закону и согласно тем законам, которые требуют проведения тендера, они настолько громоздкие, что приходится, например, на проектные работы надо будет проводить тендер, не менее трех месяцев проходит до выбора соответствующей подрядной организации. Потом идет время на то, чтобы проектную документацию, потом приходится проводить тендер на выбор уже подрядчика. И так у нас и конец года получается. Видите, вот здесь, я думаю, не совсем разумно. Я думаю, что надо было, может быть, немножко изменить вот эту систему. И вполне возможно, что, может быть, придут к этому, когда фонд капитального ремонта у себя организует свою такую проектную защитную группу, как у нас раньше было, еще в советское время у нас были проектные группы, которая относилась именно к коммуналке. И она практически была загружена работой по разработке проектов по капитальному ремонту всех домов. И у нее был свой архив, все вот эти дома, и практически история каждого дома у нее была. А сейчас у нас это разрушено, и все это делается на основе тендера, я думаю, не совсем разумно. Раиса Константиновна, время нашей передачи подходит к концу. Последний вопрос. Что нужно сделать, чтобы попасть к вам в школу грамотного потребителя, платное или бесплатное обучение, и сколько оно длится? Ну, во-первых, у нас несколько таких блоков обучения. У нас обучение первоначальным знаниям по жилищному законодательству в течение двух недель. Все это зависит от того, какое базовое знание у самих собственников. Ну, по идее, они должны были вообще-то даже три недели обучаться. Это все делается на бесплатной основе. Собственники должны только записаться в нашу школу. Наш телефон 455-366. Пожалуйста, записывайтесь, и мы будем рады вам предоставить все те требования, которые касаются самих собственников в плане взаимоотношений с третьей стороной. То есть в том числе управляющая организация, ресурсо-стабжающая организация, либо, если есть непосредственное управление с управляющей организацией, которая будет выполнять подрядные работы. То есть в этом случае управляющая организация не является управляющей, а является только подрядчиком. Там разные договоры идут. Есть у нас еще и горячая линия, на которую тоже могут наши телезрители позвонить. И мы будем отвечать по всем вопросам, которые касаются жилищного законодательства. И телефон тот же 455-366. Ждем ваших звонков. Спасибо, что пришли, ответили на мои вопросы. Приходите к нам снова. Это была программа «Актуальная тема». Всего хорошего и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин